Ритмы современной жизни неумолимо заставляют нас периодически делать паузы, выдыхать и менять обстановку. Нет способа лучше перезарядить батарейки, чем сбежать в спонтанный отпуск. Отпуск? Без путевки? Я Андрей Разыграев. Бежим в Баку! Баку – это город больших амбиций и сильных контрастов. Тут гуляют по узким улочкам старого города, играют в нарды, едят плов, пьют гранатовый сок и всегда рады гостям. Романтичные набережные, ультрасовременные здания, нефтяные вышки, английские кэбы и даже маленькая Венеция. Что посмотреть, чтобы прочувствовать столицу Азербайджана? Певец Эмин, который родился в Баку, точно мне подскажет правильное направление. Во-первых, надо прогуляться по бульвару. Это первое свидание, это первый поцелуй у каждого бакинца и бакинки, да? Надо обязательно вскарабкаться на девичью башню. Она выглядит высокой, но это посильно, поэтому не пожалеете, потрясающие виды открываются. Все, программа ясна. До встречи в Баку, ребят. Азербайджан называют страной огней. И тут есть место, где действительно под ногами горит земля. Не в переносном, а в прямом смысле. Всего в 25 километрах от Баку расположена гора Янардак. И именно с посещения этой горы я и начну свой отпуск в Беспузевке. Правда, это не совсем гора, а так, небольшая возвышенность. Но эффект вау от этого не уменьшается. Природный газ, который находится в недрах, нашел выход наружу и горит она с тех пор синим пламенем. Потушить это пламя невозможно, как только не пытались. И по-пионерски, и с огнетушителем, и даже на государственном уровне в дни Великой Отечественной войны. 9 из 10 советских танков были заправлены горючим, добытым из нефти здесь, в Азербайджане. В общем, без черного бакинского золота военные действия просто-напросто остановились бы. И дабы фашистские бомбардировщики не разгромили столь стратегически важную территорию, Сталин принимает решение засыпать гору Янардаг, которая, как вы понимаете, являлась ярким ориентиром для вражеских самолетов. И засыпали, как могли. До конца потушить вечный огонь не удалось, но серьезный урон Янардагу был нанесен. Гора горит, но уже не так, как прежде. Однако, однако жар тут ого-го какой! Ну вот сколько здесь сейчас до огня? Метра два. Подойти абсолютно невозможно, обжигает просто. У меня, мне кажется, уже подплавились мои волосечки драгоценные. О! Эпиляция бесплатная! Как будто на адской сковородке, палящее солнце, температура воздуха сейчас плюс 39. Этот жар, идущий от горящей горы, ах, я точно в преисподней. Господи, неужели я настолько согрешил? Как вы поняли, находиться тут долго не получится, но посмотреть на это чудо природы все-таки стоит. А на вершине Янардаг в качестве бонуса открываются роскошные панорамные виды. На степь, прибрежную долину и... и коровьи лепешки. Бесспорно, эта гора является национальным достоянием Азербайджана. Но согласись, дома, у каминчика, под пледиком, смотреть на огонь гораздо приятнее и комфортнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучший способ восхититься красотами столицы Азербайджана — это подняться на смотровую площадку, которая расположена на почти самой высокой точке Баку. Это Нагорный парк. Посмотрите, посмотрите, какие виды отсюда открываются. Это бесспорное следующее место моего рейтинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добраться сюда можно на машине или на фуникулёре. Это займёт минут пять. Либо поднимайтесь по бесконечным каменным лестницам. Тут всё зависит от вашей физической подготовки. Отсюда видно, как извилисто ведёт многокилометровый Приморский бульвар. Куда-то туда, в жилые районы, кварталы. Только что построены какие-то высоточки современные, недостроенные. Он там, кстати, вдалеке. Даже видно, как пылает огонь какой-то из нефтяной вышек. Их тут в черте города достаточное количество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, можно здесь ходить, гулять, наслаждаться прохладой, потому что здесь хоть ветерочек немножечко обдувает. Плюс 42 сейчас показывает термометр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, в этой части Нагорного парка, немноголюдно. Тут расположен мемориальный комплекс. Называется этот мемориал Аллея Шахидов. Здесь похоронены воины, сражавшиеся за свободу своей страны, защищавшие свои семьи и отстаивающие свою веру. Именно таких людей в Азербайджане называют шахидами. У нас это слово носит негативный оттенок, а на самом деле вот оно как. Эта скалистая глыба не что иное, как место силы. Говорят, этот камень обладает целительными свойствами. И барышни или пары, у которых нет детей, приезжали раньше сюда и, вот залезая в это отверстие, через 9 месяцев становились счастливыми. Ах! Красавец какой! Назову его Бильбиль Разыгры. Тю-ка-сю-тю-тю-тю. Жители Баку шутят, что если вы побывали в Нагорном парке, то можно уже больше никуда не ехать и ничего не смотреть. Итак, вернетесь домой, переполненные впечатлениями. Баку-то масштабнейший городище, прям настоящий мегаполис. Только вот отсюда ты понимаешь, насколько он велик. Чем славится плодородный Азербайджан? Бакинские помидоры, спелый грецкий орех, сочный гранат и черная икра. В два раза дешевле, чем в России. Ну не в магазине же это все покупать, правильно? А где? Да вот здесь, на базаре. Конечно, в Баку много всего ультрасовременного и модного, да и супермаркетов полно. Но родную аутентику восточного базара ничем не заменить. Душа рвется ко всему свежему, домашнему. А свежая и домашняя именно тут, на Ешилбазаре. Слушайте, но это же те самые знаменитые, легендарные бакинские помидоры? Да, бакинские. А они точно все бакинские? Это самые вкусные. Вот эти. Это сладкие, нижняя кожа. На вкус это как будто сочный абрикос. Вот так вот, оп. Ну и еще немножечко. Все. Взвешивайте. Хочется купить все. Соблазнительные ароматы повсюду. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, чем ваш чай отличается от того, что продается в магазине? Сюда. Иду. Это азербайджан, вербинкаран или астара. Это первый сорт. Высший сорт даже. Мой высший сорт. Магазин нефть. Без тобой вот. Вот без тобой. Да вы что? Я столько не зарабатываю, сколько сейчас мне тут показали на калькуляторе, сколько это стоит. Магнетический аромат вот этого чая. Понюхайте, ребят. Подойдите ближе к телевизору и... А вот это что? Это азербайджан шафран. Шафран, между прочим, самая дорогая в мире специя. Это сорт монат гранулы. А здесь пять? Да. Вот такая коробочка шафрана стоит приблизительно две тысячи рублей. Яркий такой магазин. Здрасте. Какое гигантское количество варенья. А вот это вот такое кислотно-зеленое варенье из чего? Вот это неспелый несозревшийся миндаль. Его собирают и закатывают в варенье. Да вы что! А это что, малина? Нет, клубника. Белая черешня. Белая черешня. Груша. А это из оливок. Варенье из оливок? Да, да. Наверное, вот может еще удивляет он вас. Ну-ка. Варенье из баклажанов. Варенье из баклажанов. Вот слушайте, а можно что-то попробовать? Это вот варенье из оливок. Варенье из оливок. А оливки тоже азербайджанские? Да, да, да. Прям необычайно экзотический вкус, потому что сладкое сочетается с такой солоноватостью, поскольку это оливка. Я вам хочу сказать, что это самое необычное пока варенье в своей жизни, которое я пробовал, сразу после варенья из помидоров. На этом рынке вообще много необычного и непривычного. Про волка в овечьей шкуре вы точно слышали? А вот сыр в овечьей шкуре вряд ли пробовали. Ой, мама родная. А расскажите, вот это что, это кишки какие-то? Шкура. Шкура? Шкура, да. Это шкура и барабельная шкура. А сыр овечьей? Овечьей. Очень такой терпкий, соленый, ярко выраженный вкус. Полтора года назад. Полтора года назад? Да, лежит на полтора. Просто зреет сыр, да? Грамм 200-300, взвести, пожалуйста. Шкура. Спасибо большое, спасибо. Будем в Москве. С огурцами в прикусочку до вас вспоминать. Так, что мы еще не купили и не попробовали? А? Ой, какая огромная. Это же осетр. А, это белуган. Ну и еще один деликатес, которым просто необходимо полакомиться на бакинском рынке. Икра. Икра не заморская, а самая, что ли на есть осетровая. И не только. Слушайте, а в какой цену у вас икра? Да, 80 монат, 120 монат, 150 монат. А у вас можно ею торговать, да? То есть это не браконьерство и нас не посадят. А у нас, видите, все запретили. А можно ли у вас попробовать перед тем, как купить? Да, вот. Это белуга. Это белуга. Ммм, очень вкусно. Это северюга. Очень соленая. Вот это острень. О, царская такая. Могу вам сказать? Это от нас вам подарок. Да перестаньте. Серьезно? Да не может быть. Нет, я не поверю. А что же нам вам-то подарить-то даже, не знаю. Нет, не надо ничего. Вы же ибаку. А-а-а. Ну, мы вам очень благодарны. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот так щедрый подарок. Эх, сяду вечером сегодня, сделаю бутерброд с этой икрой и вспомнив фразу. Не хлебом единым жив человек. Стоп, подождите. А вот это я еще не видел. А что это такое? Извините. Это лотить. Это что такое? Динь, динь. Запах, смотри. Дыня? Конечно. Пахнет реально дыней. Ммм, почем? Рубль. Один рубль. Вот достаньте отсюда. Есть. Все. Во. Прекрасный рынок в Баку. Гостеприимные, приветливые люди. Обилие цветов, красок, ароматов. А для любителей поторговаться вообще здесь рай и удовольствие. Ну и, пожалуй, главное достоинство этого рынка в том, что здесь все местное и свежее. Приморский бульвар. Следующая точка в рейтинге моего отпуска без путевки. И, посмотрите, это роскошная, красивая, длиннющая набережная, которую частенько сравнивают с бульваром Капакабаны в Рио-де-Жанейро и английской набережной в Ницце. Нихухры-мухры! Этот променад покорит всех. Если вы мечтатель, пожалуйста, огни и романтичные виды. А если расчетливый прагматик, то вот вам цифры. На реконструкцию набережной было потрачено 500 миллионов долларов. Да, глядя на это внушительное здание, сразу понимаешь, что ковер в Азербайджане – это настоящая национальная гордость. Если у вас ковер, как и у меня, ассоциируется с чем-то родом из детства, то зайти в этот музей непременно стоит. Азербайджанская поговорка гласит «Где мой ковер, там мой дом». Музей открылся в 67-м году, но только в 2014-м построили такое современное и символичное здание. Конечно, эффектно, красиво, ничего не скажешь. Бакинская Венеция. Тем, кто ни разу не бывал в итальянской Венеции, конечно, на мгновение может показаться, что они очутились в самом известном городе влюбленных. Ну, а тем, кто бывал, ну, честно говоря, размах не тот. Хотя для романтических свиданий и эффектных селфи самое оно. Бакинская Венеция – еще одна, так сказать, завлекалочка для туристов и горожан. И хоть гондольеры тут не поют, да и веслами не гребут, гондолы – самые, что ни на есть настоящие, привезенные из Венеции. Обратите внимание, здесь гондольер не управляет вот стоя веслом, а вот маленькая такая рукояточка. Здесь электроприводный моторчик и туда-сюда, туда-сюда. В общем, не напрягаются они здесь особо. Неплохой сувенирчик из Азербайджана. Время сейчас приблизительно полшестого вечера. И, вы видите, не очень многолюдно. Пока стоит солнцу зайти за горизонт, спадает жара, и набережная превращается в толпу гуляющих, веселяющихся, отдыхающих, жизнерадостных бакинцев. Ну вот, что и требовалось доказать. Да, это набережная днем и вечером – две большие разницы. Ближе к закату променад одевается в сказочные одежды. Все сверкает, светится, искрится. Кипит, бурлит жизнь на набережной. Народу тьма. Рестораны вкусные, аттракционы веселые. Хоть оставайся в Баку. Ты прекрасен! С этого пирса отлично видно, какая эта набережная огромная. Протяженность всего этого приморского бульвара где-то 8 километров, а общая протяженность набережной 25. Я первый раз в Баку. Прилетел в отпуск без путевки на пару дней. Куда вы порекомендуете отправиться первым делом и обязательно? Можете поехать на старый город. Так. Учитывая, что так жарко, можете на пляж. Ну, наверное, на девичью башню. Важно, это чающе, наверное, надо посмотреть. Как вы сказали? Чающе. А, старый город. Да, да, старый город. Я уже понимаю немножко азербайджанский. Что порекомендуете попробовать? Вот так, чтобы вкус Баку остался навсегда. Ну, столько всего. Пахлава. 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 Можно долма. Долма. Плов азербайджанский обязательно. Ну, и все, это уже плюс 5 килограммов вы уже наговорили. И кебабы. Уезжать с набережной не хочется. Очень здесь душевно и красиво. В воздухе пахнет любовью, потому что именно здесь многие горожане впервые признаются друг другу в своих чувствах. Мечтают о будущем и делают своим вторым половинкам предложение руки и сердца. И все-таки нужно ехать дальше. Но перед этим просто необходима чайная пауза, чтобы переварить массу впечатлений от такого чарующего места. Спасибо большое. Где, как ни на Приморском бульваре, взять и окунуться, и прочувствовать атмосферу неспешного вечернего Баку. Вот так вот присесть в уютной кафешке, налить себе чайку с вареницем и просто наслаждаться моментом. Эмин. Этот бокал легендарного азербайджанского чая я поднимаю за тебя. Спасибо большое за рекомендацию. Здесь действительно супер. На шашлыки, на дачу или в лес. Так поступают в основном жители наших городов. А вот стандартные выходные бакинцы выглядят иначе. Они с семьями дружно, громко и звонко проводят свои выходные на пляжах, которые находятся буквально в 20 километрах от города. Едем загорать. Недалеко от Баку пляжей достаточно много, выбирая на любой вкус. Но когда, проезжая по дороге, я увидел это название, понял, именно здесь скучно точно не будет. Бузовна! Оль, ты уже и здесь, что ли, успел наследить? Честно говоря, пляж с таким названием немножко настораживает. Так вот ты какая, бузовна! Смотришь на тебя и сразу петь хочется. Мало лежаков, мало-мало лежаков. Лежаков тут действительно нет. Люди сюда приезжают не для того, чтобы позагорать, а чтобы подышать морским воздухом и просто пообщаться. Здрасте! Приятного аппетита! Я слышал о такой традиции у бакинцев, у азербайджанцев. Приезжать на море не ради загара, а ради того, чтобы вот так с семьями посидеть, провести время, поболтать. И то есть, в принципе, море и солнце-то не очень сильно нужны. Главное, стол вкусный! Пойдемте посмотрим море, наконец. Ну, тут такая довольно обширная территория. А это, видимо, какие-то VIP-столики, сделанные из бывших лодочек. Посмотрите такие. А-ля Капаны в Рио-де-Жанейро. Это ты сам наловил? Нет? Папа. Папа наловил. Вот, жива еще. Дрыгается, дергается. Что-что? Кукуруза! Горячая кукуруза! Самую сочную. Давай мне выберем. Сыпь-сыпь-сыпь, не жалей. Спасибо. А денег нет? Нету денег. Ну, я вон в плавках, нету денег. Я шучу. Держи. Спасибо. Гимнастику хочешь показать? Бесплатно? Да. Давай. Ой, какая молодец! Оп-па! Обалдеть! Круто! Назанин Таймурова. Запомните это имя. Нет, конечно, мы привыкли, уже избалованы, пятизвездочным сервисом. А вот так, чтобы прийти, сесть в двух метрах от моря за шикарный столик с клеенкой. Вот в этом аутентика, друзья. Нет ничего прекраснее, чем соленая, вареная кукуруза на свежем морском соленом воздухе. Я как чувствовал, что в бузовне скучно не будет. Гимнастки, рыбаки, соленая кукуруза. Такой же соленый бриз. Но если вы отправляетесь в Баку в отпуск без путевки всего на несколько дней, то пункт под названием море вполне можно и пропустить. Если у города есть старый город, значит, у него есть душа и сердце. И абсолютно не важно, как разрастается мегаполис, каким современным он становится. Потому что этот маленький кусочек старины, словно корни дерева, держит всю могучую крону истории. И Черешихер, старый город Баку, абсолютно недостижимая вершина моего рейтинга. И Черешихер в 18 веке был столицей бакинского ханства и до сих пор обнесен старинными крепостными стенами. Частично отреставрированными, конечно. В общем, в старом городе многое подделано и вылизано. Но от этого ощущения не становятся менее насыщенными. Мой вам совет – забудьте про навигатора часы. Тут нужно просто гулять и наблюдать, а лучше всего потеряться. Очень здесь колоритно, ребят. Такие балкончики на домах. Попробуем туда зайти. О, начинается самое интересное. Лабиринты, узкие улочки туда-сюда. А вот виноград растет. Ну, пока еще не созрешь. Я слышал, что старый город Баку – это город кошек, что здесь их несметное количество. Кисочка. Посмотрите, какое очарование. О, а вот одна из достопримечательностей старого города Баку – дом художника Али Шамси. Это вы и есть? Да, в жизни. Какая прелесть! Живая достопримечательность. Здравствуйте. Главная ваша особенность – то, что вы всегда ходите босиком. Посмотрите, это правда. Для нас большая удача, что мы вас застали здесь. Да, это редко. Я все время мотаюсь туда, кто там путешествует. Расскажите тогда, вот от первого лица, расскажите про свое главное творение. Вот хлеб, глаза, холст, масло нарисованы. Видите, внутри я подписал. Вот, смотрите, ребят, это женская тага. Это зарождение человечества. Подождите. Это песочные часы. Ветер. Ясненько. Это знак ветер. Уберите, пожалуйста, детей сейчас от телевизора. Это железная одежда, сердцем влюбленных. Вот это все рисунки взяты из губустана, наскальные изображения. Али, расскажите, вот как это все приходит к вам в голову? Вот поверь мне, кульнусь Богом, я таким радуюсь. Али Шамси – человек настолько интересный, я бы даже сказал, уникальный, что в его обществе можно провести аж целый день. Рассматривать нарисованных женщин и гранаты, инсталляции и всякие диковинки, которые художник привозит из разных стран. В общем, если есть возможность, можете немножко подзадержаться, и Али расскажет вам массу интересных легенд и историй. Вау. Ну а если времени в обрез, то отправляйтесь дальше. Нужно же ведь и многое другое в старом городе увидеть. Старый город Баку – это реальное жилое пространство. Привет! Привет! Смотрите, какой колоритный дворик. Здесь реально живут люди. А вот и дворец Шерваншахов. Уникальный исторический комплекс, жемчужина старого города, сохранившаяся здесь аж с 15 века. Резиденция правящей некогда династии Шерваншахов огромна. Вот тут вам точно пригодится карта. Заблудиться в мрачных комнатах и залах проще простого. А разглядывать артефакты и погружаться в атмосферу того времени можно очень-очень долго. А можно и просто посмотреть на дворец снаружи и обойти по периметру. Это тоже впечатляет. А здесь у нас что? Вау! А здесь средневековые бани. Точнее, все, что от них осталось. А вот с этой точки очень наглядно видно, как старый город, как история переплетается с современностью и будущим. Просто ходить, гулять и блуждать. Больше ничего здесь, в старом городе Баку, не нужно. Да, кисунчик? Так, а здесь у нас чего? Черт побери! Ничего интересного. Ну не стал я, как многочисленный руссо-турист облика морали, плюхаться тут на пятую точку и восклицать «Черт побери!» Да, 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 это то самое место, где снималась знаменитая сцена из фильма «Бриллиантовая рука». В общем, Ичири Шехер – это действительно киношный павильон под открытым небом. Стамбул из «Бриллиантовой руки» – это понятно. А еще Буэнос-Айрес из легендарного «Человека-амфибии». И детектив «Тегеран-43» с участием Натальи Белохвостиковой и Алена Делона тоже частично снимался здесь. Тьма тьмучая ресторанов здесь, в старом городе, вы можете выбрать на свой собственный вкус. Но я зайду перекусить в легендарное место. Здесь бывали первые лица не только шоу-бизнеса, но и некоторых государств. За моей спиной находится Стена Славы с фотографиями тех, кто здесь бывал. Посмотрите, вот Алла Борисовна, Владимир Вольфович Жириновский, Никита Сергеевич, Филипп Бедросович и даже Владимир Владимирович. Хочется продегустировать все то же самое, что они здесь пробовали. Здравствуйте. Что вы здесь заказываете? Давайте мы закажем то, что у вас ели первые лица. Ну вот, например, что понравилось Филиппу Киркорову? Филиппу Киркорову понравилась яичница с помидором. А что понравилось Владимиру Путину? Владимир Путину понравилась долма. Долма. Шикарно. Вот я буду яичницу с помидорами, значит, и долма. У нас все блюда очень вкусные. Еще я вам рекомендую попробовать плов. Несите. А еще у нас тут фирменные тандерные репешки. Сейчас будут закладывать. А посмотреть можно, как это происходит? Да, конечно. Отлично, вперед. Горячо вообще невозможно находиться, на самом деле. Да, вот видите, вот он сейчас вот две штуки прикрепил сюда. Так. Он боится, что может упасть. Почему? Слишком горячо. Понял. Перегрелась камера, все, стоп. Так что у нас отлетела одна камера. Техника не выдерживает. Я не представляю, как здесь работают люди. Нет, все, не получится. Все, там тесто такое, не цепляется ничего. Но течет все. Градусов 120 вот здесь, как минимум. Больше. Янордак, мне кажется, гораздо более прохладный, чем ваш тандыр. За хлебушком сходил, а тут уже накрыто. Прекрасно. А, прям горячая лепешечка. Ай, скорее, 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 не терпится ее попробовать. Прям чувствуется, что хлеб сделан на огне. Что это за сырочек? Ну, такой, похож на творожок. Вот это вот. Он видит уже такой кавказский вкус с солоноватостью и немножечко остроты. Пришло время продегустировать блюдо имени Филиппа Киркурова и старого города Баку. Кстати, заметьте, друзья, это не яичница с помидорами, а бакинские помидоры. С яичницей. Очень вкусно. Вы даже не представляете, насколько. Филипп, я понимаю, почему тебе понравилось именно это блюдо. А теперь пристали и перешли к долме. Вот она, красавица наша. Смотрите, в Азербайджане долма всегда маленькая-маленькая. Ну и плюс, конечно же, вот этот соус, который называется ма-цо-ни. Владимир Владимирович, за вас. А следующее за здоровье шеф-повара этого ресторана. Невероятно нежно. Удовольствие 94-го уровня. Переезжай сюда на ПМЖ, однозначно. Все. После вкусного обеда... Нет-нет, не поспать полагается. А полагается попробовать сладенького. Ну и увезти с собой немножко восточных лакомств. Здравствуйте. Мне вас очень рекомендовали как бутик роскошных десертов. С истинно азербайджанским вкусом. В первую очередь меня интересует пахлава. Пожалуйста. Посмотрите. Боже, слюни остановить абсолютно невозможно. Эту коробку я точно беру. Вот эти вот штучки, как они называются, расскажите. Локумы. Пожалуйста, попробуйте разный вкус. С барбарисом. Ой. Это я точно беру. Не обсуждается. Вот такая кислинка. Как конфетка барбариска в детстве. И все это с фисташкой. Ой. Это шафран. Угу. Барбарисом надо было заканчивать, потому что он перебил все. Это у нас, напоминайте. С фисташки много. Так, ну где я спокоен? Ну, маме может понравиться. В принципе, я определился. Мне, пожалуйста, 10 килограмм с барбарисом. Еще раз спасибо вам. Сахол. Ну и на закусочку, так сказать. Самая главная достопримечательность старого города. О, а вот и она, красавица девичья башня. Ее высота 28 метров. Ее высота 28 метров, и она столетиями будоражит умы историков, ученых и даже экстрасенсов. До сих пор неизвестно ее истинное предназначение. Ну, а наше предназначение – зайти внутрь и подняться на ее вершину. Вперед! Несмотря на свой солидный возраст, башня полностью оправдывает свое название. Толпы туристов стремятся побывать в этом обросшем легендами месте, проникнуться историческим очарованием и попытаться все-таки разгадать тайны каменной красавицы. А сколько здесь ступенек? Сколько ступенек? 98. 98. Но, как истинная женщина, девичья башня не открывает своих секретов. О, свет! Я вижу свет в конце этой лестницы. Вперед! О, наконец-таки свобода! Вот. Вот ради чего мы сюда поднимались. Хотел бы я сказать – посмотрите, но кто-то забыл сегодня с утра помыть окошечки. А знаете, кстати, почему вот эти установили плотные окна? Потому что очень много людей покончили жизнь самоубийством, спрыгнув с высоты этой башни. Ого-го-го-го! И вот это все мы только что прошли. Впечатляет! Честно говоря, если бы я сбрасывал себя отсюда, то только лишь обезумев от увиденной красоты. Старый город Баку и девичья башня по праву считаются достопримечательностями номер один столицы Азербайджана. Баку умудряется быть модным Дэнди и оставаться старинным городом, где огромные пламенные башни органично сочетаются со старинными миноретами. Здесь можно утром позавтракать в дорогом ресторане, а вечером пить чай в летнем кафе на Приморском бульваре. Можно купить ультрасовременную обновку в модном бутике и приобрести на базаре ковер, сотканный вручную. И эта эклектика нисколько не смущает туристов, а наоборот. Вот такой он Баку. Основательный, помнящий свою историю и стремительно развивающийся и уверенно смотрящий в будущее. Лучше и не скажешь «мерси Баку». Этот город оказался настоящей машиной времени. От старого города до монументального будущего. Буквально один шаг. Здесь красиво, вкусно и очень гостеприимно. Баку навсегда останется в моем сердце. Чего и вам желаю. Я Андрей Жыграев. Я рекомендую. Вы путешествуете. Было. Продолжение следует.